О работе местных советов Могилёвской области Об опыте решения проблем и инициативе В делах больших и малых Ответственности и конкретных людях Программа «Обратная связь» Наведение порядка на земле и поддержание в чистоте населённых пунктов Имеет не только большое культурное значение Но и санитарно-эпидемиологическое Программа «Обратная связь» посетила Холтовский сельсовет Быховского района Деревня Баркалабова Эта местность очень известная Баркалабова была одним из культурных центров в Речи Посполитой Сейчас, можно сказать, началась современная история возрождения села Деревню теперь не сравнить с той, что была пару десятилетий назад Лужи были такие, что если не знаешь, где объехать, то, как говорится, колёса прятались Пески были, что тоже такие примерно полметра хорошие, значит, сыпучие Одним словом, значит, колодцы, ни водопровода не было Но сейчас вы сами видите Изменения очень значительные Ну, возьмите, первое, на первое, смотрите, стоим на дороге Асфальтированная хорошая дорога Проведен природный газ Я уже не говорю про такие мелочи, как телефон, интернет скоростной Много домов построено, большие Двух десятков, значит, благоустроенных со всеми удобствами Вот за моей спиной, смотрите, вот примерно таких домов Две улицы у нас выстроены То есть люди себя ощущают, ну, жителями не глухой деревни, а нормальной цивилизованной населённой пункты Мы хотим жить в красивой и чистой деревне И начинать надо с себя, говорят жители агрогородка Баркалабова Хозяева многих домовладений не просто поддерживают порядок на своём приусадебном участке Но и создают некий ландшафтный дизайн Вот этот дом в конкурсе по благоустройству, что проводился и Совет среди жителей 29 деревень занял третье место Нет, это несложно, просто элементарно порядок наводить возле дома и всё Альпийская горка тут небольшая, ну, что-то вроде альпийской горки Ну, мы вот по камням по этим вот очень, ну, нравится нам большая камня Ну, природная, ну, и так чуть-чуть по дереву там немножко Показательное домовладение семьи Богданович В Быховском районе они заняли первое место по благоустройству В своём доме Людмила Николаевна приютила четырёх сирот И начала для них создавать настоящую сказку Различные архитектурные элементы, клумбы, фонтанчик Красиво, уютно, приятно глазу Сельсовет порекомендовал им участвовать в конкурсе по благоустройству У нас сельсовет очень хорошо работает Подъезжают все подворья, вот выбирают, конечно, вот всё это фотографируют по всему колхозу, по нашему сельсовету Ну, а там уже, конечно, в Быхове всё это смотрят, кто лучше, кто хуже И предлагают принести участие? Да, 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 мы соглашаемся Мы тогда ещё больше трудимся Хотя мы и так трудимся, но всё равно стараемся больше трудиться Чтобы было красиво И вот, глядя на нас, я вижу на наш дом Вот я вижу, наша улица уже стала преображаться Там на той улице дом, там дом Как-то уже люди стали немножко цветочки садить на улицах Уже наша улица очень красивая стала Жители Баркалапова действительно гордятся своей деревней У нас, говорят, хороший центр культуры Ему столько же лет, сколько и этим берёзам В одно время строилось здание и закладывался парк Полвека назад, после капитального ремонта, дом культуры преобразился Рядом детский садик, а здание бывшей колхозной столовой Выкупил предприниматель и открыл цех выпечки Здесь нашла работу местная молодёжь У нас тут проводятся всякие мероприятия Дожинки были ещё недавно Потом проезжают какие-то заседания проводят в доме культуры Концерты бывают Даже с Могилёва приезжают, наверное, раз в два месяца Ну, мы благодарим то, что вот городок есть Ничего не закрывается Мы болеем за то, чтобы всё для людей было Медицинское обслуживание Даже эта самая амбулатория Главврач, фельдшер, медсестра, санитарка, зубной врач даже есть Приезжают аптека, что больше надо У нас 600 с чем-то человек, 620 где-то человек на этой деревне Пенсионеров 80 Для пенсионеров тоже проблем никаких нет Пустоцработник приезжает сюда Раз в неделю проводит, значит, тут приём граждан Амбулатория обслуживает более тысячи человек из 10 деревень Медики говорят, в последнее время сельское население растёт Увеличивается рождаемость Всегда всё зависит от того, какое население Какой инфраструктуры, какие Всё это облагораживается Всё это находит своё отражение и благоустройство На сегодняшний день 14 детей до года А так детей 180 детей Но населённый пункт молодеет? Да, вот построили много домов Когда агрогородок в 2006 году начался Амбулаторию тогда у нас сделали, обновили Она совсем другой вид теперь имеет Если бы вы видели, как тогда было И сейчас это, как говорится, небо и земля Новое здание лесничества местные жители тоже показывают гостям Как пример поступать на развитие организации Можно привезти Баркалабовское лесничество Как видите, домик этот является украшением нашей деревни Красивый, аккуратный, уютный и удобный для работы коллектива Когда предки наши выбирали, они были мудрые люди И в живописном месте выбрано На берегу, на правом берегу речки Днепр На левом берегу речки Лафа На полуострове, вот тут построено Баркалабово Ну, соответственно, оно привлекает своей живописностью людей И постепенно развивается Отсюда через луг просматривается Баркалабовский монастырь А с другой стороны видны купола церкви Казанской Божьей Матери Храм находится возле средней школы И, возможно, благодаря этому соседству Здание церкви уцелело в советское время, в эпоху атеизма Построили школу, решили, значит, уже после войны Вот эту среднюю школу Ну и вот это здание церковное Церковь, где было, отдали школе Тут, правда, был спортзал Тут детей кормили Тут дети младшего возраста Там начальная школа тут отдыхали Здание, оно трошки начало было Вот это церковь Трошки начало разрушаться Ну, колхоз, выделив средства Покрыли шифером его А потом отдали храм прихожанам И началась самая настоящая народная стройка Ведь это памятник архитектуры И место паломничества туристов Мы очень большую помощь оказываем монастырю Это, как правило, в осеннее время Когда надо тоже благоустройство проводить Уборка территории, вот, от листвы Вот, ну и, конечно же, вот территорию Около нашей, около храма Казанской Божьей Матери Гости часто сюда приезжают Гости приезжают не только из Белоруссии С ближнего зарубежья С Москвы, Санкт-Петербурга И вот наше месторасположение таково, что всегда едут сюда Именно к храму Казанской Божьей Матери Идут в школу, в музей И дальше мы им показываем дорогу на наш монастырь Открытие новых производств Также существенно влияет на благоустройство населенных пунктов Яркий пример тому деревня Косичи Здесь построено форелевое хозяйство Маленькое село, где всего 39 домов И к которому вела узкая кровийная дорога Получила второе рождение В деревне уже было, можно сказать, и не было Уже тут остались одни простарелые Такие, ну, дашники на лето проезжали Сейчас, да, сейчас уже деревню, можно сказать, и не узнать О культуре ли сделали, асфальт положили Асфальта не было, сейчас асфальт тут Люди работают, открыли цех, работают люди Магазин хорошо сейчас, план хороший делается Ну, все, все жители просто, можно сказать, рады Что у Косичих уже стало, ну, жизнь уже появилась Надо, конечно, отметить, что в благоустройстве данного населенного пункта Принимали участие, конечно же, организации района Это и ДРСУ 196, дорожная организация Это и производственное предприятие Быховра и Водоканал Конечно же, УКП, Жилкомхоз И на сегодняшний день, вот, работники данного производственного предприятия Занимаются обкоской придомовых территорий и мест общественного пользования Но хочу сказать, что и население сегодня активно принимает участие По благоустройстве придомовой территории Конечно же, смотрят приусадебные участки Помимо этого, конечно, затронуты притрасовые населенные пункты Где тоже необходимо было наводить порядок Вырубка кустарниковых, древесно-кустарниковой растительности Производилась по сотому указу Сносились ветхие пустующие дома И вот мы можем обратить внимание Деревня Хадутичи, которая не была видна вообще Сейчас она, значит, уже прекрасно выявляются у нас дома Засеяно красиво поля Порядок должен быть везде И вокруг дома, и в огороде Чтобы перед гостями не стыдно было Убеждена Мария Николаевна, жительница деревни Залахвенье Ведь через это село туристы едут в Баркалабовский монастырь Чистенько он у меня все, видите, все убираю, все это Ну, стараюсь Ну, сейчас вообще, вот, на Холстовский сельский совет Они так смотрят Вот, они все поубирали, дома старые Все косят везде Кладбище наше сто лет не убиралось Вот там, между сидячей этой деревней А так поубирали крадоницы были Что до одного кустика вообще краса наделали Молодцы Ну, здесь же много ездят У свадьбы ездят Из Быхова В пятницу все время в монастырь сюда свадьбы ездят В пятницу И деревня красивая И деревня, конечно У нас домов нету, свободных домов Нету У нас все покупают дома Ни одного нету заброшенного У нас 40 человек, вообще людей Местных жителей А вообще остальные дачники И вот, видите, дачники хорошо благоустраивают деревню Заборы хорошие, покрашенные Цветники, цветы растут У нас пустующих земель уже нету И пустых домов тоже нету Земли, которые были, и они проданы уже по акциону Ну, вот люди благоустраиваются Все совет помогает, председатель помогает нам благоустроить Те люди, которые не в состоянии, например Сельсовет можно подкачить и где-то Кстати, первые дачники деревни Залахвенья Создали агроусадьбы И не случайно Ведь село окружает две реки Днепр и Лохва Открытие этих туристических объектов Тоже стимулировало местных жителей Благоустраивать свои территории И там цыплята Там индюшата есть Тут кабанчик Здесь были неплодородные заброшенные земли Пустовалые И нам, как дачникам военным Выделяли участки Там, где надо разрабатывать вручную Ну, будем так считать Вот поселился сосед Пригласил меня И вот мы, будем так считать Начали первооткрывать вот этой улицы Потом, в 2006 году Вышел указ президента В развитии агроэкотуризма Одни сельчане Сами стремятся навести порядок Вокруг своих домов Других все-таки Приходилось приучать К чистоте рублем Мы выдаем людям предписания И если человек не понимает Естественно, конечно После этого По административной практике У нас уже есть наработочки По 21.14 статья Мы составляем административные протоколы Ну, есть люди обижаются Есть понимают Воспринимают критику Исправляются Поэтому, конечно Результаты есть Так как деревня Залахвенья Находится на трассе В обязательном порядке Здесь установлены контейнерные площадки Для отдельного сбора мусора Практически Не только в городе Быхове Но и во всех агрогородках Во всех трассовых населенных пунктах Установлены УКП «Жилкомхоз» Контейнерные площадки Сегодня в районе ведется Системная работа По захоронению домов В соответствии с указом президента Номер 100 Значит, вот на примере этой деревни Можно увидеть места Где были когда-то брошенные Скажем так, жилые дома Сегодня их нет Территория, земельные участки Эти вовлечены в сельхозоборот А в целом в текущем году 63 гектара земель На сегодняшний день Не использованы Запаханы И вовлечены в сельхозоборот Нашими сельскохозяйственными организациями Благоустройство Это не только борьба с сорняками И уборка территорий Это целый комплекс мероприятий Который включает состояние дорог Источников водоснабжения Объектов инфраструктуры Обеспечение уличного освещения План мероприятий утверждают Решением сей советов И главное Порядок на земле Это не только дело Органов государственного управления Но и всего населения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин